Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня протеерей Русской Православной Церкви Максим Первозванский. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы нашему гостю. Также пишите в WhatsApp 230-6191. Мы хотим сегодня поговорить с вами и на актуальные темы, которые касаются и современного общества, и роли Церкви в современном обществе. Но вот, отец Максим, начать я бы хотела с другого немножко. Вот есть слова апостола Павла, такие очень красивые и благородные. Я процитирую. «Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит». И вот, что я хочу спросить. Как справедливость, чувство долга может соседствовать рядом с любовью вне противоречия? Если любовь все покрывает, то она несправедлива получается? Ну, вы знаете, покрывает, это же не значит, вы понимаете, у нас такая игра с словами получается. Потому что любовь, она, это же не слабость. Мы часто воспринимаем любовь как слабость. Как бы готовность жить ради другого человека, опять воспринимаем как слабость, как необходимость непрерывно уступать, необходимость отказаться от своей воли. На самом деле это не так. Например, это даже хорошо видно на примере, например, любви родительской к детям. Если мы будем просто позволять нашим детям делать все, что угодно, и они будут капризничать, разве это будет любовь? Ну, то есть, в таком светском понимании этого слова, да, это тоже можно назвать словом «любовь». Но мы тогда должны добавить что-нибудь неразумное родительская любовь или еще что-нибудь в этом духе, понимаете? То есть, мы-то словом «любовь» назовем все, что угодно. И картошку я люблю, и детей я люблю, и бога я люблю. В этом смысле великий и могучий русский язык почему-то оказался достаточно беден. Например, в том же греческом языке по отношению к слову «любовь» используется, по-моему, там 12 или 13 разных слов. То, что у нас, собственно, заменяется этим одним словом. Поэтому, конечно, если не воспринимать любовь просто как слабость, как, по сути дела, отсутствие себя, когда что бы тебе ни обращалось, все уходит как бы, ну, я не знаю, в болото, в никуда. Тогда, конечно, любовь, она и справедлива, хотя она выше справедливости. Любовь, она и сильна, хотя она выше силы и так далее. То есть вот по отношению ко всему можем сказать, что да, любовь – она, но она выше. Но она не отрицает, понимаете? То есть справедливость, знаете, есть такая, например, если вы задали вопрос про справедливость. Говорят, справедливость – она в аду. Потому что по справедливости каждый должен был попасть в ад. Но любовь – она выше справедливости. Но это не значит, что она отменяет справедливость. Она может ее превзойти, но она как бы включает ее в себя, понимаете? То есть не просто отменяет, а включает в себя. И она не покрывает беззаконие? Настоящая любовь? Нет, конечно. Собственно, любовь – это и есть исполнение закона, сказанное в Евангелии. То есть это в высшем смысле исполнение закона, и она, как я уже сказал, превосходит закон. Она выше закона. Она может быть в определенных случаях проявлением любви, будет преодоление закона, потому что закон формален. Но вовсе не отмена закона. Закон есть закон, и на этом, собственно, зиждется в том числе вообще вся христианская цивилизация. Ну, любовь есть жертва, так говорят священнослужители. И вот согласно Библии, Бог отдал Сына Своего, пожертвовал им. То эта жертва во имя любви, она может быть всегда созидающей или бывает и разрушительной? Ну, вы знаете, в отличие от Бога, который всемогущий, всеведущий, всезнающий, мы люди, существа ограниченные, поэтому, конечно, нашими благими намерениями, как говорит одна русская поговорка, устлана дорога в ад. То есть, к сожалению, мы можем, исходя из самых благих намерений, совершать неправильные поступки. Наша любовь действительно может быть и неразумна. Под словом «любовь» мы можем прятать иногда вообще самые неприглядные вещи. Например, любовь обладания, а не любовь жертва. Вот вы уже только что привели, как бы один из видов любви, например, любовь жертва. А противоположная ему любовь, собственно, наиболее распространенная даже в наше время, это любовь обладания. Я тебя люблю, я тебя, там, I love you, I want you. Вот, то есть, я тебя хочу, что значит, я тебя хочу? Это не в каком-то там смысле, там, даже похоти. Я хочу, чтобы ты был мой весь, я хочу, чтобы ты мне принадлежал. Вот, это такая любовь присвоения. И в некотором смысле это, конечно, вообще антитеза любви жертвы. То есть, можно ли говорить о том, что любовь зла, и вот мы как раз говорили о том, покрывает ли любовь или нет. Вот есть такое выражение «сердцу не прикажешь», и многие вещи, в общем-то, оправдываются именно этим выражением. Вы начали поговорку «то любовь зла, то любишь и козла». Вот, чего вы стесняетесь? Ну, да, ну, в общем-то, то, что говорит «сердцу не прикажешь», звучит, да. Вот, только это не про… На самом деле, это тоже один из видов любви, который по-хорошему церковью не называется словом «любовь». Это страсть. Вот, вообще, в принципе, надо четко понимать, что до нашего времени, например, в 19 веке, под любовью вот такой вот с маленькой буквы «любовью», которая зла, вот, понимали вообще ни много ни мало измену. Вспомните пушкинскую бабушку-няню, которая говорила «Знаешь, Таня, в эти леты мы не слыхали про любовь, иначе бы сыгнала со светом меня покойница свекровь». Она же уже замуж вышла в это время, ее няня. Вот, то есть, в народе считалось, что любовь такая барская забава. Барин любит, там, это значит… Знаешь, он бароню любит, это значит, он всех подряд там любит, это значит, он бароню изменяет. То есть, вот, любовь как страсть, как неспособность контролировать свои чувства, это вообще вещь крайне опасная. И вообще, вот, я смотрю по публикациям, по серьезным книгам, и, наоборот, по весьма легкомысленным вещам, в церкви за последние десятилетия вообще по отношению к этому чувству всячески избегают употреблять свою любовь. Употребляют слово «влюбленность», например, как некое противопоставление. Но если правильно, как бы, то говорить именно о страсти надо. То есть, некая сильная, мощная эмоция, которая владеет человеком, но он не способен ей противостоять. Но это, опять-таки, это не про любовь. Знаете, да как, вот я… Есть такая поговорка, уж если я чего решил, то выпью обязательно. То есть, если я зависим от алкоголя, то я пойду и напьюсь. Это выше меня. То же самое и здесь. Если я, как бы, в ситуацию попадаю, где это чувство владеет мной, тогда я, по сути дела, алкоголик или наркоман. В этом нет вообще ничего хорошего. Ну, что касается, вот вы упомянули Пушкина, как раз Евгения Онегина, вопрос, который давно меня интересует. Татьяна, которая обрекает себя на жизнь с другим человеком, пишет письмо «Я вас люблю», как известно, «Любовь еще быть может». Вот эта жертва, когда она, в общем, обрекает себя на несчастье, она оправдана с точки зрения церкви? Ну, вы знаете, безусловно, вообще для Пушкина это был очень важный момент. Вспомним не только Евгения Онегина, а вспомним Дубровского, где она говорит «Я жена князя, и прошу вас меня оставить до тех пор, пока она женой не была». Вообще, вы знаете, очень интересное пересечение вдруг, совершенно неожиданно я обнаружил в «Игре престолов». Для Мартина, если мы увидим, и для создателей этого сериала, любовь, она вообще, вот такая вот любовь, как страсть, она везде со знаком минус. И больше того, в конце Тирион проговаривает эту тему, когда он говорит, что, так сказать, долг выше любви. Ну, потому что любовь везде. Вспомним, по любому сезону везде, где там возникает какая-то любовь, вот та самая любовь, страсть, везде все кончается плохо. Все кончается плохо. У Мартина нет ни одного примера, где вот эта вот любовь была бы… Везде она противопоставляется долгу, и там, где она выигрывает, идет смерть, разрушение, всяческие потери. Там, где долг оказывается выше, там все нормально. Ну, это я так просто такой автоп, я не понимаю, что я не отвечаю на ваш вопрос, просто любопытно, что вот в современной массовой культуре, причем мегапопулярной, оказывается, вот такой взгляд на эту же историю является прямо вот таким стержнем всего сериала. Если мы вот как бы через любовь, не через Групп Престолов посмотрим, а через вот любовь, страсть и долг везде, каждый раз, когда, значит, это чувство оказывается выше, везде, и в жизни точно так же, на самом деле. Церковь именно так и смотрит. Каждый раз, когда страсть оказывается, оказывается, когда чувства оказываются выше понимания того, что должно, того, что правильно, того, так сказать, того, что нужно, оказывается смерть и разрушение, горе и так далее. И мне все время приходится это объяснять людям. Приходят люди, я хочу уйти от мужа, я полюбила. Значит, я полюбил замужнюю женщину, я хочу, чтобы она ушла от мужа. Как вы не понимаете, что на несчастье, на горе других людей, брошенного преданного человека, брошенного преданного детей, счастье построить невозможно. Это вот локально, на уровне семьи. Вот Мартин показал это на уровне вообще глобально-государственного. Как вам, кстати, сериал «Игра престолов»? Жигарно. Ну, обидно, конечно, крайне обидно. Они вообще образумились, и они убрали весь этот трэш, секс и страшное насилие, которые были в первых сезонах. Я вообще очень надеюсь, что у нас появится адаптированная версия, ну, хотя бы 16+, которую можно будет показывать и подросткам, потому что там, мне кажется, это важно. У нас звонок радиослушательной линии. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, слушаю вас. Давайте вопрос, Александр. Отец Максим. Да, слушайте. Вы не первые выступаете здесь, и все время, так сказать, всплывает один и тот же вопрос. Вера – религия. Вера – церковь. Вера как бы сама по себе, а церковь и религия – сама по себе. К сожалению, я наблюдаю. Какой вопрос у вас, Александр, чтобы гость мог ответить? Ну, я задаю вопрос. Да, пожалуйста. К сожалению, я наблюдаю. Вот ваш священник, как выступал в Екатеринбурге, вместе с бизнесом, так сказать, они защищали вот эту церковь. И вся, так сказать, высшая иерархия у вас вся молчит. Почему она молчит? Да, спасибо вам. Спасибо, да, за вопрос. Отец Максим. Ну, вообще, я не принадлежу к высшей иерархии. У меня есть замечательные правила. Я стараюсь не судить ситуации, которые от меня, во-первых, не зависят, во-вторых, которых я не до конца понимаю, и, в-третьих, информацию, которую я получаю из недостаточно верифицированных и проверенных источников информации. Я вообще предпочитаю меньше думать о том, как пить Путину или Трампу, правильно ли поступает Ангела Меркель или Петриарх Кирилл. Потому что от того, что я что-то по этому поводу буду думать, Маус изменится. Я слишком немолодой уже человек, чтобы не видеть в своей истории, насколько информация поступаемая вот такая, как бы, ангажированная, сколько она является средством манипуляции, собственно, людьми. Я не хочу быть манипулируемым. У меня нет прямых источников таких информации, которым я мог бы доверять, про то, насколько там бизнес, насколько там еще чего-то. Я просто не знаю. Поэтому у меня нет мнения по этому поводу. А что касается религии и веры, о чем тоже говорил радиослушатель? Ну, знаете, вера – это некое, конечно, свойство души. Человек вообще по сути своей, он живет верой. Например, знаете, я никогда не был в Австралии. Мне просто не довелось. Но я верю, что она есть. Я доверяю. Вообще, вот, я не очень понимаю, как вот между нами сейчас проходит сигнал, как мы с вами общаемся. Но я верю в то, что это вы, а не какие-то там выдуманные фейковые люди, которые, значит, решили меня на что-нибудь развести. Вот, поэтому, как бы, Колумб верил, что он приплывет в Индию, сел, отправился, поплыл, ну, доплыл в Америку. Но большинство вообще вещей, которые мы делаем в этой жизни, мы делаем верой. Я верю, что моя жена меня любит. Я верю, что вот все будет хорошо. Когда я выхожу утром из дома, я верю, что мне на голову сегодня не упадет кирпич. И так далее. То есть вера – это некое фундаментальное свойство человека. При этом эта вера, она может быть основана просто на неких субъективных качествах. Она может быть на чем-то типа «Одна баба сказала», на каких-то личных переживаниях. Может быть основана на божественном откровении. Может быть организована в какие-то, так сказать, исторически существующие, то, что мы назовем словом «церковь». Она может быть оформлена как религия осмысленная, которая имеет свою традицию и так далее. То есть вообще, конечно, вера и церковь, вера и религия – это не синонимы. Вера существует вне церкви. Церковь, правда, вне веры не существует. Поэтому вера, в общем, выше. Другой вопрос. Вне церкви человеческое слишком маленькое, слишком короткое. Человек слишком неразумен. Я, например, сейчас свои 50 с удивлением вижу, что когда мне было 40, я себя считал уже все знающим. Но сейчас я знаю гораздо больше. А многие вещи забыл. И многие вещи перестал понимать, которые мне казались понятными. То есть я понимаю, насколько ограничено мое знание, насколько ограничено мое понимание, насколько ограничено мои чувства и моя вера. Поэтому мне надо кому-то доверять, чему-то большему. Я доверяю историческому опыту церкви. При этом я вполне зрячий человек. У меня нет розовых очков. Я понимаю, глядя на себя, на свои собратья священников, еще на что-то, что многие вещи, они не слишком хороши. И хотелось бы лучше. А некоторые вещи просто плохи. Но это все равно не мешает мне иметь, например, мне, веру в церковь, как в Богом установленный порядок, некий, то, что вообще на языке церкви называется, боговый человеческий организм, в котором, да, грешные человеки могут жить вместе с Богом. Но человек может быть верующим в Бога и нерелигиозным. Это совместимо? Нет, нерелигиозным он не может. Собственно, религия – это и есть, вообще, от латинского слова, я думаю, это уже общее место, его все наши радиослушатели прекрасны, но это религары от слова «связь». То есть, когда мы говорим о религии, мы говорим о попытке человека установить связь с Богом или с высшими силами. Это как бы разные религии бывают. Как только человек пытается выйти на связь, не знаю, со священной рощей, там, с Лешем или Кикимрой в соседнем болоте, ну, вот, с ангелами, там, с валорами, вот, я не знаю, с макаронным Богом, если он серьезно к этому относится, или, так сказать, с Творцом Вселенной, мы имеем дело с религией. То есть, по сути, это скайп, да? Вот мы сейчас с вами общаемся по скайпу, это тоже связь. И, таким образом, можно, если упростить эту формулу, это некий скайп такой. Ну, упростить, значит, проблема только в том, что, в отличие от скайпа, который вполне подчиняется естественным физическим законам, и даже если вдруг, не дай бог, связь между нами сейчас прервется, мы будем понимать, почему это произошло. Какие-то конкретные вещи. Это, скорее, подобно общению двух живых и свободных существ. Вот, например, если бы мы с вами, как раз, не по скайпу общались, я бы мог не захотеть с вами общаться. Вы сказали, давайте поговорим с вами. Он сказал, нет, не будем, да? То есть, от меня, вот, собственно, что мы и делали? Мы, сначала, договорились, как бы не сегодня, а готов ли я сегодня, там, в три часа выйти в прямой эфир. Вот. Ну, и, кроме того, нужно понимать, что бог, он превосходит человека во всем, просто относительно, абсолютно. Бог по учению церкви – это абсолют. Вот. И поэтому, конечно, его пути – это не наши пути, его мысли – это не наши мысли. Мы не можем… То есть, вот, религия, она в некотором смысле противопоставляется магии. Знаете, магия – это вот я сейчас выру, волосок из бороды скажу, трах тебе дох, тебе дох. Вот. И что-то такое произойдет. Скайп, он подобен магии. Поэтому часто научные изобретения в каком-нибудь 17 веке и их создатели обвиняли в колдовстве. Потому что, значит, оно работало. Знаете, вот, как бы человек делал, что-то там, щелкал пальцами, включал в розетку, электричество включал – вот, работает. Что это такое? Колдовство – магия. Можно повторить еще раз, еще раз, еще раз. Религия, в некотором смысле, вот, религиозный опыт, он невоспроизводим, он нетехнологичен. И в этом одна из серьезных ошибок современных людей, когда они ищут в религии технологию связи с Богом. То есть, что я должен сделать, чтобы Бог мне ответил? Что я должен сделать, чтобы исцелиться? Что я должен сделать, чтобы поступить в университет? Что я должен сделать, чтобы моя жена ко мне вернулась, ушедшая от меня, например? Чтобы дети стали послушными? То есть, люди часто ищут в религии такую магию, некую технологичность, а ее нет. И в этом и похожесть, и отличие. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните, пишите в WhatsApp 230-6191. И Николай пишет, согласны ли вы с выражением «религия – опиум для народа». Вот такой вопрос задает Николай. Да, безусловно. Вообще, это сказал очень неглупый человек. Я думаю, он все знают, что сказал Карл Маркс. Другой вопрос, что в его времена, и это тоже, в общем, достаточно известное место, опиум вообще, особенно наркотиком-то не считался. Опиум был доступен обезболивающим. И Карл Маркс употребил эти слова именно в этом смысле. В Советском Союзе, в позднем, по крайней мере, в котором я жил, эти слова употребляли, имея в виду опиум, как дурман, как наркотик, как обман. С этим я, конечно, не согласен. А с исходным марксовским смыслом, что религия есть некое обезболивание. В общем, да, для многих и многих людей религия выполняет эту функцию обезболивания. Хотя, безусловно, в этом не главное ее назначение. В этом мы поговорим сразу после небольшой паузы, буквально на несколько минут прервемся, а затем вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня Патерия Русской Православной Церкви. Максим Первозванский. Отец Максим, здравствуйте. Добрый день еще раз. Отец Максим, у вас ведь 9 детей. 9. С утра крестил уже пятую свою внучку. Так что я еще и пятеро дедушка. Пятижды дедушка. Простите, что перебил вас. Но вот воспитывая своих детей, за что больше всего боялись? Если боялись. Ну, вы знаете, я воспитываю детей уже почти 30 лет. Моей старшей дочери уже четверо своих детей. А младшая моя дочь только вот в этом году закончила 3 класс. Поэтому я бы не употребил слово «воспитывали» в прошедшем времени. Я продолжаю воспитывать. И, конечно, собственно, в разное время боялись разного. В 90-е годы боялись одного, в нулевые второго, сейчас, наверное, третьего. Но если как-то вот какой-то базовый страх, ну, вы знаете, я почему-то, наверное, никогда, особенно за их жизнь и здоровье не боялся. А вот за их вообще отношение к жизни, за их нравственное состояние, наверное, это то, что я больше всего боялся и продолжаю бояться. Очень хочется, чтобы дети вырастали настоящими людьми. К сожалению, я по долгу своей службы, знаете, как это такая профессиональная деформация. К священнику часто приходят люди в несчастье. Ну, или не прямо с большой буквы в несчастье, а с проблемами. Это, в общем, общий такой принцип, когда говорят, петух не клюнет, да, мужик не перекрестится. Вот так и тут, то есть, когда у людей проблемы возникают. Поэтому я слишком много и слишком часто вижу проблемы, в том числе и с детьми. И самая вот страшная и неприятная для меня проблема, это когда дети, вырастая, ну, либо стоят на совсем какую-то пивую дорожку, либо ничего в жизни не хотят. То есть, очень хочется, чтобы они сохранили вот эту какую-то внутреннюю активность, чтобы они приобрели стержень, вот чтобы они оставались, конечно, верующими людьми. Вот, наверное, вот так, если говорить про главный страх. Ну, вот на днях патриарх Кирилл заявил о том, что тему абортов нужно закрыть в том виде, в котором она есть сейчас, и это улучшит, поможет улучшению демографии. Как вы на это смотрите? Ну, я не знаю, как. Знаете, мне кажется, что закрытие темы абортов помогает улучшению демографии только в том случае, когда люди вообще не знают, что в любом супермаркете можно купить презервативы. Простите за уж такое, так сказать, прямое мое мнение. Конечно, аборты – это ужасно. Это одно из самых страшных, мне кажется, явлений современности, когда люди, с одной стороны, оказываются настолько безответственными, чтобы просто сегодня вечером в проходимем кассы в супермаркете не купить противозачатственные средства, так сказать, везде и всюду доступные, а с другой стороны оказываются настолько жестокими или глупыми, что не понимают, что за свои вообще, так сказать, деяния безответственные приходится платить, и они предлагают платить другому, беззащитному, маленькому, ничего не могут сказать, не возразить ребенку, то есть совершают убийство. И мне кажется, надо повышать уровень ответственности. Вот о чем надо говорить. Вряд ли это серьезно улучшит демографию, ну, еще раз говорю, ну, разве что в тех слоях населения, которым просто там, типа, аборт сделать нельзя, а про презервативы не слышали. Но, по крайней мере, это нравственный как-то климат оздоровит, мне кажется. Но вы не поддерживаете сторонников запрета абортов? Сложный вопрос. Я вообще поддерживаю позицию, которую Патриарх высказывал уже неоднократно, о необходимости вывести, собственно, аборты из системы обязательного бензинского страхования. То есть, мне кажется, что надо... Знаете, как вот, я не знаю, как в Прибалтике, вот, а у нас, например, значительно уменьшилось потребление алкоголя, когда стало трудно его покупать в некоторое время, понимаете? То есть, когда мы хотя бы усложняем эту ситуацию, когда за это берут деньги, например, когда за тот же, допустим, тот же алкоголь стоит дороже. Вот. Не прямо дорого так, что ты идешь к бабке и покупаешь какой-то самогон или самопал. Вот. Когда ты действительно, там, я не знаю, после 11 вечера не можешь его купить. Вот. Когда тебе, там, надо догнаться где-то, там, спросите опять за такое слово. Ну, а догнаться нечем, да, уже все кончилось, и ты не пьешь. То есть, мне кажется, что нужно идти по пути, во-первых, все-таки воведения абортов из обязательной системы медицинского страхования, чтобы обычные простые граждане-налогоплательщики не оплачивали это вот самое убийство. А с другой стороны, да, тогда он будет платным. Вот. Желательно тоже, на этом пути сейчас есть определенные тоже подвижки, сделать обязательным разговор перед абортом с психологом, обязательным разговор с медиком. Вот. И добиться того, чтобы эти разговоры были неформальными, чтобы их проводили люди, которые действительно могли бы объяснить женщине. И совершенно даже безрелигиозных позиций. Опасность для ее здоровья. Потому что, конечно, вот в этом смысле патриарх прав. Потому что, к сожалению, несмотря на высокий уровень медицины, многие случаи, когда женщина совершает аборт, она в дальнейшем оказывается либо бесплодной, либо у нее оказываются серьезные проблемы. И, собственно, начать ее последующие уже желаемое, оно происходит гораздо сложнее, труднее и так далее. То есть, в этом смысле, да, демография это улучшит. Вот. То есть, вот это, чтобы ей объясняли. Чтобы ей объясняли, насколько вообще, что она потеряет. Чтобы у нее была возможность поговорить, например, со священником. Потому что, вы знаете, вот храмы, сейчас это стало меньше. Не знаю, почему, мне кажется, может быть, потому что я в Москве служу, и, может быть, меньше абортов конкретно стало. Но вот раньше, сколько я помню, очень много было женщин, которые готовы были все отдать, лишь бы отвернуть время назад. Готовы были в храме пол языком вылизывать, лишь бы каким-то образом вернуть эту ситуацию, когда... Потому что этот ребенок начинает есениться, он там ежедневно. Она видит те самые у Достоевского мальчики кровавые в глазах, понимаете? То есть, вот эта ситуация, которая реально разрушает жизнь человека, когда он идет на аборт. Не у каждого, конечно, но слишком у многих. Поэтому, мне кажется, что, с одной стороны, выстроить систему неких препятствий на этом пути, там не полного запрета, потому что это вызовет бунт, возмущение, подпольный аборт и еще что-нибудь, ну, как-то затруднить эту ситуацию. Ну, и, конечно, вот то, что церковь сейчас уже делает, по крайней мере, в России, я знаю точно, вот, что существует реальный, их уже много, центры помощи женщин, попавших в сложную кризисную ситуацию. То есть, часто женщины делают аборт, потому что они не знают, как они будут воспитывать этого ребенка. Мужик сбежал, вот, жить негде, там, зарплаты нет, и вот церковь уже, по-моему, даже не один десяток таких центров создала, когда женщина может прийти, получить реальную помощь, консультацию и так далее, и в том числе материальную помощь достаточно серьезную. У нас звонок только что был, так, и сейчас снова появился. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Добрый день. Да, слушаем. А вот у нас сейчас все на добрую поправку, что православные священники должны быть, должны жить в Латвии 10 лет. Но ведь, по идее, церковь отделена от государства, это раз. Второе, что патриархи есть, и нодом они сами решают, от кого там никакого епископа или патриарха по местной какой-то церкви назначают. Это получается что? Что церковь должна, патриарх Кирилл должен согласовывать с нашим правительством или с кем. Кого он назначит на посты, что ли? Тут что-то какое-то странное. И причем это касается только православной церкви. Папа же тоже назначает сам, ни с кем не согласован. А православная церковь должна. Спасибо. Спасибо вам. Это важный вопрос. Да, как раз вот когда у нас была пауза, я тоже услышал эту новость. Вообще для церкви эта ситуация несколько странная. Никогда такого не было. И не только для русской православной церкви, а вообще. То есть церковь себя всегда рассматривала как экстерриториальное образование. Хотя, понимаете, в этом вопросе что за это? Что патриарх должен согласовывать? Согласовывать должен. Это вообще совершенно нормальная практика. И насколько я знаю, я правда не вхож в высшие какие-то эшелоны не церковной, не светской власти. Но всегда для нормального сосуществования, естественно, эти кандидатуры согласовываются. Согласовываются. Ну как согласовываются? В смысле разрешение получают. А обсуждается. И в этом нет ничего ненормального. То, чтобы кандидатура, не в смысле обязательно в Латвию, а в общем куда угодно, на какой-то значимый пост. В Новосибирск, например, каким-то образом обсуждалась с новосибирскими властями. Чтобы их пожелания были выслушаны. Чтобы они были учтены. Это совершенно нормальная ситуация. И больше того, тысячелетия таким образом все это и происходило. Церковь действительно согласовывает. Но вот, собственно, нотку опасения, которое радиослушательница ваша прозвучала, это действительно как-то странно. Потому что возникает некое требование, когда власти могли бы быть не против, что называется. И у церкви есть достойный кандидат. А получается, что этого нет. Почему еще это касается, судя по всему, только русской православной церкви. Вот сейчас Константинополь будет решать вопрос обозначения нового митрополита в Америку. В главной своей митрополии. Никто, естественно, не обсуждает, что он обязательно должен быть гражданином США. Проживать в США не менее 10 лет и так далее. А запросто назначат кого-нибудь, я не знаю, какой-нибудь римский папа. Стал римским папой, несмотря на то, что там всю жизнь прожил в Латинской Америке. Еще что-нибудь. То есть, в общем, церковь, конечно, всегда себя рассматривала как экстерриториальное некий такой организм. Поэтому, наверное, это решение Сейма, я так понимаю, что это уже окончательное. Да, еще президент должен одобрить. В окончательном чтении. Церковь будет с этим жить. Жили по-всякому. И разные были времена. Наверное, можно это рассматривать. Я не гражданин Латвии. Вообще, к сожалению, вне особого погружения в эту тематику. Но странно немножко. Хотя, в свете риторики той, которая и есть в последнее время, в общем, понятно. Потому что, вообще, знаете, это отдельная тема. И чем кандидат более контролируем, оказывается, тем для церкви обычно получается хуже. То есть, когда он зависим, да неважно где. На Руси князь назначил митрополита. Понятно, от кого зависит митрополит. Будет ли он производить независимую политику в интересах церкви, или он будет действовать в интересах князя, от которого полностью зависит. И в этом отношении, как бы, независимый церковный деятель для церкви полезен. Другой вопрос, что еще всегда разумно согласовывать, чтобы не закладывать конфликт. И, в общем, это всегда делается. Всегда у власти, главные рычаги находятся у власти. Всегда есть возможность наставлять церкви палки в колесах без всяких законов. Поэтому, мне кажется, что в этой ситуации какая-то такая демонстрация некоторого, может быть, не самого приязненного отношения. Но я боюсь за слова. Я, знаете, слишком знаю цену слов, чтобы сейчас какие-то крайние суждения высказывать в ситуации, в которой я не очень разбираюсь. Вот вы упомянули о власти, о принятии решений. Сериал «Чернобыль» не смотрели, который сняли? Ну, слышал. Только слышал. Причем слышал в основном негативные отзывы. Поэтому, знаете, по первой специальности я физик, причем радиационный физик. Я застал, будучи студентом четвертого курса как раз радиофизики Института инженерно-физического московского, как раз эту ситуацию. Многие мои коллеги, старшие товарищи как раз были ликвидаторами. И впоследствии я работал в этой области. Ну, поскольку не смотрел, тоже ничего особенного сказать не могу. Вот если рассматривать чернобыльскую трагедию с научной и с религиозной точки зрения, вообще можно ли эту трагедию рассматривать с религиозной точки зрения? Потому что если мы говорим о Боге, о всемогущем Боге, который, в общем-то, без его ведома ничего не происходит, то вот как вы относитесь к таким трактовкам этой истории? Ну, вы знаете, вообще я испорчен, естественно, научным образованием. Ну, испорчен в кавычках. И я понимаю, что Чернобыль – это была катастрофа в информационном пространстве в миллион раз больше, чем в реальном измерении. Вот если серьезно задать вопрос, а сколько человек погибло в результате чернобыльской аварии, начиная, собственно, с момента аварии и до сего дня. Потому что там есть люди, которые получили дозы, они заболели впоследствии раком и еще. Вот вы знаете, сколько человек погибло в результате чернобыльской аварии? Ну, первые пожарные, которые погибли от лучевой болезни, там было несколько человек. Вот с чего? Чернобыльская авария произошла, да, в 1986 году, значит, 30 с лишним лет назад. В результате есть погибшие люди и умершие впоследствии. Знаете, ну, как на войне тоже. Есть люди те, которые там от ран впоследствии умерли, есть еще что-то. Ну, да, впоследствии. Мирных жителей, не просто ликвидаторов, вообще по всему миру. Сколько жертв чернобыльской аварии? У вас есть цифры сейчас на руках? Есть, да. У меня вообще не цифры нет, но как вы думаете? Вот мне интересно, что вы думаете. Я думаю, что несколько сотен. Да, несколько сотен. Так и есть. По имеющимся у меня оценкам, 800 с чем-то человеком. Но можно ли это считать крупнейшей техногенной катастрофой? Конечно, нет. То есть мы знаем техногенные катастрофы, не связанные с Чернобыльской аварией, вообще с ядерной энергией, которые унесли десятки тысяч жизней, если не больше. Мимо нас там прошло, я не знаю, какой-то геноцид в Руанде, где там миллионы людей. Вот уже когда? На нашем веку, в 90-е годы, в нулевые происходили. Как-то все это мимо. А тут сотни людей, понятно, что каждая человеческая жизнь – это ценность, но все-таки масштаб этой катастрофы в информационном пространстве. А в информационном пространстве это, по сути дела, был проигрыш Советского Союза в ядерной войне США. То есть в массовом сознании это воспринималось как ядерная катастрофа, то есть проигранная ядерная гонка и все это дело. Это заморозило всю атомную отрасль на десятилетия, причем во всем мире. Только-только вроде бы сейчас оправились от этой ситуации, снова начали строить ядерные электростанции по всему миру. Поэтому мне кажется, что, простите, я не совсем отвечу я на ваш вопрос, вы говорили о религиозном измерении этой катастрофы, я сначала про человеческую хочу сказать, что это была, в первую очередь, информационная катастрофа. А то, что касается религиозного измерения, я не вкладываю в саму аварию, если не брать Советский Союз атеистический, если не брать, так сказать, что Господь в том числе, видимо, использовал эту ситуацию для того, чтобы какие-то там... Знаете, ведь на ликвидацию аварии Горбачев вынужден был потратить ту подушку, которая у него лежала на перестройке денежную. То есть все деньги ушли туда, которые он, так сказать, в загашничек отложил. Вот, то есть и в этом смысле, да, Чернобыль послужил неким спусковым крючком к разрушению Советского Союза, к окончательному разрушению. Вот, и в этом есть религиозный смысл, безусловно. Вот в этом есть религиозный смысл. То есть атеистическая страна рухнула после этого. Наверное, у каждого человека тоже есть религиозный смысл. Вот, но в целом я его особенно не вижу. Какой сегодня главный вызов стоит перед русской православной церкви? Вы знаете, мы очень много и уже много лет говорим о том, что церковь – это не про прошлое, а про настоящее и про будущее. К сожалению, я очень мало вижу в жизни современной русской православной церкви, да, впрочем, и не только, возможно, в их организации, которые бы были про настоящее и про будущее. Слишком много в нас оглядываний в прошлое. Сумеем ли мы найти тот язык, на котором можно говорить современному обществу? Сумеем ли мы честно отвечать на те вызовы и вопросы, которые стали перед людьми? Сумеем ли мы быть теми, кого, собственно, люди в нас видят? Это вот очень серьезная вещь. Вы знаете, до революции, как вы думаете, как воспринимали в царское время, как воспринимали церковь? Священник, кто такой был? Откуда он был вообще? Это была сфера обслуживания. То есть, если вы почитаете, например, письмо жены графа Льва Николаевича Толстого Синоду после отлучения ее мужа от церкви, то вы увидите, где она говорит, ну что ж такое церковь? Церковь – это тот, кто должен быть с нами при рождении, при смерти, при крещении. Те, кто должны, если бы она современным языком пользовалась, им сказала, те, кто должны нас обслуживать, подай, принеси, чего изволите. То есть, ну, достаточно сказать, что в 19 веке помещик Попа мог выпороть. То есть, после разрушения Советского Союза, значит, вот в 90-е годы, в церкви увидели такого глобального учителя жизни. Вот. То есть, церковь имела колоссальный авторитет, которого она, пожалуй, в столетие до того никогда не имела. Представители церкви имели такой авторитет. Вот. А потом вот этот вот авторитет, причем он был настолько мощный, что даже в 98-м году Синоду пришлось принять специальное решение, чтобы священники не злоупотребляли доверием людей, прихожан, и не вторгались в их личную жизнь, не говорили, на ком жениться, не говорили, где работать, чтобы не давали совет, то есть не брали на себя конкретное руководство жизни людьми. А люди готовы были церкви это руководство отдать. Потом постепенно это ушло, и сейчас, в общем, не очень понятно, а кто же мы такие, я имею в виду, священников, например, что такое церковь, какую роль она играет, насколько она вот просто личное дело каждого человека, насколько она может влиять на общественные процессы, насколько она готова давать адекватные ответы. Ведь, знаете, когда человек приходит в церковь, у него есть какой-то запрос, у него есть какой-то вопрос, какая-то проблема, он получает ответ или нет? Он уходит утешенный, он уходит с найденным ответом, говорит, да, я сюда еще приду, потому что здесь есть ответы. Или он уходит и говорит, ну, здесь, в общем, мне ничего не ответили. Мне кажется, вот это главный вызов. То есть, можем ли мы для большинства, уже пришедших хотя бы, дошедших до церкви, людей дать помощь им, поддержку и ответы на их вопросы? Ну вот, говоря о поддержке современному обществу, его восприятии, может быть, принятии Русской Православной Церкви, что касается лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, которые есть в том числе и в России, как вы думаете, как им живется на территории страны? И на постсоветском пространстве, быть может? Честно говоря, я больших проблем для них не вижу. Меня, только не пугайтесь, есть достаточно много знакомых лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Вы знаете, проблема-то в чем? Проблема в том, что у нас их выделили, в том числе иногда и в церковные пропы, в некий особый отдельный класс. А если мы посмотрим священное писание, то там Гиблия, например, не делает особой разницы между, например, прелюбодеями, то есть людьми, изменяющими своим супругом, между людьми, которые позволяют себе интимные связи с женатыми, замужными людьми, между инцестом, то есть сексуальной связью с близкими родственниками, и между в том числе людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это с древнейших времен, например, книга Левит об этом прямо говорит. И все это в один ряд. И все это называется смертным грехом. Если ты изменил своей жене, говорит священное писание, ты должен умереть. Понимаете? Ты должен умереть. То же самое, если ты лег с мужчиной как с женщиной, это точная цитата из священного писания, ты должен умереть. То есть вот грех этот, ты лег с мужчиной как с женщиной, это грех, который церковью считается смертным грехом. Знаете, я человек традиционной сексуальной ориентации, если я вдруг, не дай бог, куда-то там налево посмотрю, ладно, там что-то сделаю, посмотрю, я совершаю грех. И в принципе это грех не меньший, чем грех человека, который, значит, вот будучи нетрадиционно сексуально ориентирован, тоже куда-то там посмотрит. Мне может понравиться чужая жена. Ну и что, что она мне понравилась? Я должен это свое понравилось, собственно, засунуть куда-нибудь подальше, и понимать, что это не мое. На чужой там кусок разевая роток. То же самое здесь. Если так уж получилось, сейчас я не буду подробно разбирать, почему человек имеет эту традиционную сексуальную ориентацию, если он не распускает, если он не живет в соответствии с этим, а сдерживает свои порывы, ну так получилось. Допустим, нет у меня жены. У меня нет жены, а я вот хочу жену и вообще мучаюсь там похотью каждый вечер. Еще что-нибудь. Что я должен делать? Что, я должен идти там в публичный дом, что ли, с точки зрения церкви? Нет, конечно, я должен учиться свою страсть побороть. То же самое и здесь. Есть у меня такая проблема. Я должен ее побороть. И никто тебя особо преследовать не будет. Особенно если ты не ходишь там с плакатами где-нибудь, и не говоришь, пустите меня там. Я хочу там демонстрировать всему миру свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Ничего такого плохого ему не будет. В Москве, по крайней мере, вообще нормально живу. Ну, а ваши знакомые, о которых вы сказали, нетрадиционной сексуальной ориентации, что их волнует? Они общаются с вами на эти темы? Они общаются со мной, но их обычные, они такие же люди, понимаете? Во всем остальном они абсолютно такие же люди. Вот. И мне при этом, то есть вот человек приходит и говорит, слушайте, я вот полюбил другую женщину. Я женат, я полюбил другую женщину. У меня проблема. Я ему говорю, как ему бороться с этой страстью. Человек приходит и говорит, знаете, у меня такая проблема, я там вот полюбил другого мужчину. Я говорю, ну давай будем думать, как тебе с этой страстью бороться. То есть они находятся в процессе борьбы? Они христиане, если они христиане, не находятся в процессе борьбы. Если они не христиане, но они живут, как не христиане, ну тогда чем я могу им, собственно, помочь? Я при этом не отношусь к ним, и большинство людей не относятся к ним, никакого геноцида, особой ксенофобии по отношению к ним не испытывают. Но, естественно, их там не хотят в школу пускать или еще куда-нибудь. Потому что все-таки в России, насколько я понимаю, и я придерживаюсь самой этой точки зрения, в значительной степени эта проблема все-таки социально спровоцирована. То есть чем больше эта тема находится в информационном пространстве, то есть я допускаю, что для кого-то, для единиц буквально, это как-то, не знаю, генетически обусловлено, еще что-нибудь. Для большинства это приобретенные факты. И приобретенные все-таки, психологическая проблема, как в результате определенных, в том числе услышанных, увиденных, еще что-то. То есть я все равно считаю, что эта тема должна быть в информационном пространстве каким-то образом куда-то задвинутой немножко. То есть даже как меня совершенно раздражает. Я включаю телевизор, вижу там фильмы 12+, в котором, да, там не показываются сцены секса непосредственно, все понимают, что вот они сегодня познакомились и вечером оказались в одной постели. Это же смертный грех то же самое. Для меня это из той же области. И это точно как это должно быть изъято из публичного пространства, в общем, так и это должно куда-то немножко быть задвинуто. По крайней мере, по отношению к детям. Спасибо вам. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Протерей Русской Православной Церкви Максим Первозванский был гостем программы. Спасибо вам, отец Максим. Всего доброго и до свидания.